В ближайшие полтора часа мы поговорим с вами о защите данных и приложений в Windows 10. Если говорить более конкретно, мы сделаем краткий экскурс в то, какие технологические решения появились в Windows 10, и сосредоточимся на двух технологиях. Одна из них называется Device Guard, вторая называется EDP, Enterprise Data Protection. Но разговор о безопасности я бы начал с напоминания или акцентирования вашего внимания лишний раз на том, что безопасность не является каким-то продуктом или каким-то решением, или какой-то технологией. Скорее, обеспечение безопасности – это процесс, который непрерывен, к поддержанию которого необходимо возвращаться вновь и вновь и обеспечивать на требуемом уровне, который нужно на протяжении всего жизненного цикла соответствующей IT-инфраструктуры или соответствующего решения. И на текущий момент, с течением времени, различные технологии обеспечения безопасности, различные технологии защиты информационных систем меняются, или в некоторых случаях устаревают достаточно быстро. Настолько стремительно, что мы иногда не успеваем нашу инфраструктуру подготовить к этому. И создание, например, антивирусных пакетов и обновление антивирусных пакетов зачастую уже не успевает за тем темпом, за той скоростью, с которой создается различный вредоносный код, вирусы, черви и прочий хлам, который мешает жить и конечным пользователям, и сотрудникам предприятий. Но за всем этим стоит такая более широкая тенденция, которую мы наблюдаем, которую Microsoft анализирует с помощью имеющихся у нас инструментов и центра по предотвращению кибератак, созданному на базе Microsoft. И тенденция эта заключается в том, что вообще меняется подход к атакам на информационные системы, равно как и меняется, ну, человеческий фактор, меняются люди, которые подобными видами атак или подобной деятельностью занимаются. Если мы посмотрим, как на протяжении последних десяти лет изменялись угрозы для информационной подсистемы того или иного предприятия, то можно вспомнить вот год 2003-2004, когда, наверное, впервые настолько масштабно ударили по различным компьютерным системам всякого рода черви, типа сламмера, бластера, сколько было сиквелов тогда положено в информационной структуре. Но на рубеже этих годов в основном разработкой соответствующего вредоносного кода занимались либо люди, которым было интересно в этом покопаться, или нужно было самоутвердиться. Поэтому здесь они обозначены как на хулиганы. Это их основной мотив. С течением времени подход к атакам информационных систем изменился. Стало понятно, что получение интеллектуальной собственности, получение конфиденциальной информации можно использовать как прямое конкурентное преимущество. Соответственно, атаки, угрозы стали более организованными. Люди, которые пишут соответствующий код, это профессионалы достаточно высокого уровня. Начиная примерно с 2005 года развивается киберпреступность как отдельная деятельность. И, в общем, информационные системы и интернет во многом повторяют те этапы, которые проходит человечество на протяжении своего развития. И организованная преступность в интернете не исключение. Наконец, то, что мы наблюдаем сейчас, начиная примерно с 2012 года и далее, это перевод соответствующих видов атак, соответствующей деятельности совсем на другой уровень. На уровень терроризма, на уровень поддержки государственных структурах и так далее. И, естественно, противостоять подобному шквалу достаточно сложно. Причем, как показывает практика, очень многие компании, когда заводишь речь о безопасности, показываешь вот эти вот красивые слайды, они говорят, это все здорово, и это понятно, когда речь идет об атаках на крупные структуры, особенно банковский сектор, но у меня маленькая компания, мы никому не интересны. И очень часто за этим кроется роковая ошибка. Как раз интересно, и, с одной стороны, для того, чтобы использовать вас и вашу инфраструктуру для решения вот этих задач, которые не относятся к вам напрямую, но которые будут использовать вас как плацдарм для атаки на другие системы. А потом, в конечном итоге, это ваши айпишники будут блокироваться, это ваши сервисы будут заноситься в черные списки и так далее. С другой стороны, опять же, мы не всегда четко понимаем, кто такие наши конкуренты и какие методы борьбы на рынке ведут они. Поэтому, в любом случае, идет ли речь о небольшой компании или крупном предприятии, вопросы безопасности, естественно, необходимо учитывать. И вот этот слайд говорит о том, что даже, ну, казалось бы, не знаю, Белый дом, который обладает IT-бюджетом огромным, тоже не может считать себя на 100% защищенным. Поэтому в Windows 10, как и, наверное, в любой вновь появляющейся операционной системе от Microsoft, появляются дополнительные технологические решения, которые призваны защитить систему, защитить данные на этих компьютерах, повысить уровень безопасности вашего предприятия. При этом речь идет не только о каких-то чисто технологических решениях. В рамках компании Microsoft, в нашей компании Microsoft стремится идти по различным направлениям для снижения, не знаю, уровня угроз для той или иной компании, для вас в том числе. Это, с одной стороны, разрушение экономической модели атакующего. Действительно, доступ к тем или иным данным, к той или иной информации актуален в течение определенного времени. Если то или иное технологическое решение можно взломать в течение нескольких месяцев или в течение нескольких лет, то, соответственно, ценность такого решения и доступа к этим данным теряет смысл. Это экономически происходит невыгодно. Взломать сеть нужно быстро, получить данные нужно быстро, тогда они актуальны, тогда ими можно воспользоваться. Есть определенные решения, справа на этом слайде, которые позволяют, в принципе, нейтрализовать определенные направления атак. И, например, использование цифровой подписи для подписывания компонент операционной системы, то, что Microsoft делает уже достаточно давно, и сочетание с этой технологией цифровых подписей, технология, которая заложена сейчас в UEFI, ферм В новых устройств, обеспечивающих безопасную загрузку, это как раз пример исключения атак определенного типа. Например, рут-китов, которые пытаются атаковать ваши машины на этапе загрузки операционной системы, когда ни компоненты Windows еще не загружены, ни соответствующее антивирусное программное обеспечение, и в этом смысле машина открыта для атак. Ну и, естественно, нейтрализация определенных алгоритмов действий атакующих. В том числе мы с вами сегодня поговорим о Enterprise Data Protection, технологии, которая в определенном смысле помогает решать такую задачу. Мы все прекрасно понимаем, как технические специалисты, что не может, наверное, существовать решение, которое на 100% обезопасить всю сеть. Так не бывает. Именно поэтому я и говорю о том, что безопасность – это процесс. Появляются новые типы атак, выясняются новые бреши в том или ином продукте или операционной системе, и поэтому анализировать состояние безопасности необходимо постоянно. Но вот здесь, на этом слайде, перечислены некоторые варианты обеспечения безопасности систем в сравнении, например, систем Windows 10 в сравнении с Windows 7 на различных уровнях для решения различных задач. Например, задача идентификационных данных. Мы поговорим сегодня о механизме аутентификации на основе Microsoft Passport и биометрической аутентификации Windows Hello, и вы сможете оценить, насколько такой вариант входа в систему более безопасный, чем использование классических паролей. Если мы говорим о защите данных, технология BitLocker используется в операционной системе Windows достаточно давно. Технология достаточно эффективна. С помощью BitLocker вы можете зашифровать жесткий диск своей системы, и даже если это устройство украдено или потеряно, злоумышленник фактически воспользоваться данными на вашем жестком диске, если BitLocker правильно сконфигурирован, просто не сможет. Enterprise Data Protection, это сочетание уже несколько раз прозвучало сегодня, позволяет вам дополнительно предотвратить утечку данных с этой машины. Причем, как мы с вами выясним, зачастую утечка данных из информационной системы или с конкретного устройства большей частью происходит непреднамеренно, из-за наших ошибок, чисто вот таких обидных, досадных, но которые происходят практически каждый день. Защита от угроз. Технология Device Guard. Мы сегодня поговорим об этом. Это новая технология Windows 10, которая, опять же, позволяет существенно сократить количество и типы атак на устройства с Windows. И мы с вами рассмотрим, почему и как это можно реализовать. Ну и, наконец, аппаратные средства защиты. Это крайне важный, коллеги, пункт, который действительно помогает поднять защищенность машины на принципиально другой уровень. И вот эти технологические решения, которые Microsoft разрабатывает совместно с партнерами, выпускающими железо, как это принято у нас говорить, поддержка технологии CQ-Boot Viewify, использование TPM-модулей, использование виртуализации для аппаратной защиты тех или иных участков оперативной памяти в системах, это те решения, которые действительно глобально меняют безопасность машин с Windows. Поэтому я очень часто сталкиваюсь с тем, что айтишники говорят, ну вот работает, не знаю, семерка или XP на тех или иных машинах, и работает прекрасно. И есть действительно причины, которые организации зачастую мешают уйти от XP, несмотря на то, что уже больше года эта операционная система не поддерживается Microsoft. Потому что есть какие-то специфичные приложения, от которых никак не отказаться, а на других системах они просто не работают. Это более-менее понятно. Но есть причины, ну то есть как доводы, а что работает XP, работает. Но эта система создавалась больше 10 лет назад, когда там про угрозы различного типа мы еще не слышали, их еще не придумали. И оборудование, на котором запущена эта операционная система, далеко не защищает машину настолько, насколько можно было, просто за счет аппаратной поддержки. Поэтому переход на новое железо, я понимаю, что это всегда вопрос денег, я понимаю, что это финансовый вопрос, но он действительно может многое привнести в обеспечение должного уровня безопасности. И отчасти мы поговорим, в чем может это проявляться. Итак, десятка. Обеспечивает защиту от современных угроз с помощью разных технологий на разном уровне. Мы поговорим сейчас о безопасности идентификационных данных. Точнее говоря, эту тему мы рассмотрим в последней части нашей сегодняшней встречи. Поговорим о защите угроз и защите информации на самой машине. Итак, смотрите. В Windows 10 появилась технология, которая называется Device Guard. Эта технология позволяет несколько по-другому взглянуть на то, как запускаются и какие приложения или исполняемые файлы могут запускаться в операционной системе. У вас всегда есть выбор использовать традиционный подход, в котором в Windows запускается все, что явным образом не запрещено. Любое приложение человек может скачать, запустить, получить соответствующий исполняемый файл в почте в виде оттачмента и на свой страх и риск или просто по недосмотру или незнанию запустить и получить на эту машину кучу проблем, особенно если, конечно же, он наверняка работает с административными правами на этой системе и от его системы очень быстро ничего не останется. Или, что еще хуже, для него все пройдет незаметно, но там на этой системе будет жить нечто, что будет дальше атаковать либо вашу сеть, либо какие-то другие машины. Device Guard – это технология, которая позволяет реализовать подход используемых, например, вот в этих устройствах, не только в микрософтских, в айфонах, хорошо всем известном. На вот этих мобильных устройствах вы можете запустить только те приложения, которые закачаны из Windows Store или из Apple Store. А эти приложения по определению имеют цифровую подпись. Невозможно загрузить это приложение в коммерческий Store, если это приложение не пройдет определенной процедуры тестирования и не будет подписано соответствующим сертификатом, если мы говорим о Windows Store, сертификатом Microsoft. И как следствие невозможно на этом устройстве запустить неподписанный код. Статистика же показывает, что около 95% вредоносов, которые атакуют машины, это код, который не имеет подписи вообще. Поэтому, сконфигурировав операционную систему так, чтобы запускались только подписанные исполняемые файлы, вы 95% вот таких атак потенциально отсекаете на корню. Остается еще 4-5%, достаточно интересные штуки, которые имеют цифровую подпись, которые таки могут потенциально атаковать вашу систему, но и против такого вероломства можно бороться с использованием технологии Device Guard. Сразу подчеркну, Device Guard – это технология, которая доступна, сюрприз-сюрприз, только в интерпрайз-редакции. Да, аплодисменты очень кстати. Поэтому мы еще раз намекаем, не задумываться ли вам о корпоративном лицензировании и использовании соответствующих дистрибутивов. Итак, все, что вы дальше увидите применительно к Device Guard – это Enterprise Edition. С помощью технологии Device Guard мы действительно можем настроить любую машину с Windows 10 или почти любую машину с Windows 10, некоторые нюансы я поясню, для того, чтобы в этой операционной системе запускался только подписанный код либо код, который известен вам как администратору, человеку, который настраивает вот эту политику Device Guard. Иными словами, если код не подписан, мы можем пропустить его через соответствующий алгоритм хэширования, сохранить соответствующие кэши и разрешать запуск этих приложений только в том случае, если эти контрольные суммы хэширования совпадают. В каком-то смысле это очень похоже на то, что уже давно в Windows присутствует в виде технологии, которая сначала называется Software Restriction Policy, а потом технология, которая стала называться AppLocker, и по-прежнему которая присутствует в том числе и в Windows 10. Но Device Guard, если хотите, это такой AppLocker на стероидах, который обеспечивает проверку цифровой подписи и загрузку элементов от начала старта операционной системы, всех компонентов, которые работают в режиме ядра, и вплоть до пользовательского режима, и даже любого приложения в пользовательском режиме, если вы захотите. Чего для AppLocker сконфигурировать просто нереально. У любого, наверное, айтишника тут же возникает вопрос, что делать с софтом, который не имеет цифровой подписи. И в корпоративных сетях такого софта огромное количество, и может быть даже большая часть бизнес-приложений, которые вы применяете у себя, цифровой подписи не имеет, и иметь никогда не будет, потому что никто не будет этим заниматься. Если только разработчики этого программного обеспечения не сидят у вас в организации, и тогда можно как-то повлиять на то, чтобы они подписывали свой код. Device Guard предоставляет инструмент, который позволяет относительно легко, можно сказать просто легко, но, как вы увидите, это относительно легко, подписать в ваши бизнес-приложения, для того, чтобы, соответственно, они были подписаны, и, опять же, укладывались в политику этой технологии. Сам по себе Device Guard – это зонтичный термин. Он включает в себя целый набор технологий. Вот они здесь перечислены. Во-первых, сюда входят средства аппаратной защиты. Это не означает, что если та или иная машина не удовлетворяет аппаратным требованиям, вы не сможете использовать на ней Device Guard. Сможете. Я покажу, в чем разница, и что вы получаете, и чего вы не получаете. И, тем не менее, если машина содержит определенное оборудование, удовлетворяющее некоторым параметрам Device Guard, уровень защищенности этой системы будет существенно выше. Основной компонентой, наверное, все-таки Device Guard является технология, которая называется Configurable Code Integrity. Служба или сервис, задача которого проверка. Целостности всех компонент или любых запускаемых, исполняемых модулей в операционной системе, вне зависимости от того, идет ли речь о компонентах, работающих в режиме ядра, например, драйверы, или компонентах, которые работают в пользовательском режиме, то есть приложения, с которыми мы работаем, которые мы запускаем. В десятке появилась возможность использовать технологию VBS. Это не Visual Basic Script, это Virtualization Based Security. Это использование аппаратной поддержки, и в частности технологии Hyper-V, для защиты Windows. Если говорить кратко, при использовании Virtualization Based Security, если процессор поддерживает соответствующую технологию, вы можете в десятке установить роль Hyper-V, но не для того, чтобы запускать виртуальные машины, это, конечно, вы тоже сможете, а для того, чтобы с помощью Hyper-V на аппаратном уровне система блокировала запись в определенные участки оперативной памяти, и в этой ситуации даже если зловред, которого получает ваша машина, работает в Kernel Mode, в этом режиме, он не сможет повредить, например, Code Integrity составляющие и нарушить вот эту политику проверки цифровых подписей. Потому что как только он попытается что-то прописать в соответствующий участок АЗУ, несмотря на то, что он в Kernel Mode, и, казалось бы, перед ним все адресное пространство, любую такую попытку перехватывает Hyper-V, и запрещает туда запись так же, как он это делает для виртуальных машин, для того, чтобы обеспечить разграничения между гостевыми операционными системами в разных виртуалках. И, наконец, управление. Инструменты, с помощью которых вы можете настраивать Device Guard, это, естественно, Group Policy, но это, кроме того, Mobile Device Management решения, о которых мы сегодня с вами говорили, и, наконец, PowerShell, как такой универсальный скальпель, одно неровное движение, в общем, с помощью которого вы можете настроить систему подобающим образом. Что касается аппаратной поддержки. Если на машине, где вы планируете или уже запустили Windows 10, используется интерфейс UEFI, то есть новый тип фирмвэ, обратите внимание, чтобы у вас была включена возможность, которая называется CQ-Boot, безопасная загрузка. Машины, которые имеют логотип Design for Windows, вот, например, как этот планшет, по определению содержат UEFI и по определению содержат включенные по умолчанию вот эту опцию CQ-Boot. Безопасная загрузка обеспечивает такое поведение системы, когда фирмвэ загружает в оперативную память только лоудер операционной системы, который содержит соответствующую подпись, сигнатуру, прописанную в базе UEFI. Соответственно, если эта штука включена и каким-то образом загрузчик операционной системы был поврежден, например, на этапе старта машины со стороны посетки как-нибудь или на флешке, мы как-то завесли этот код, такая система просто не будет загружаться. Есть способ, соответственно, как ее вылечить с помощью соответствующих процедур, но включение CQ-Boot существенно снижает атаки на машину на этапе загрузки операционной системы, когда этот компьютер не защищен. Вторая аппаратная компонента, которая может использоваться и грех не использовать, если она есть в системе, это TPM, Trusted Platform Module, чип, или сейчас он во многих системах реализуется фактически как компонента UEFI, с помощью которого мы можем, например, генерировать и хранить различные ключи, используемые для криптографических алгоритмов, для шифрования, для управления ключами аутентификации, как мы с вами обсудим Microsoft Passport, и для решения других задач. Наличие этого аппаратного модуля, опять же, на аппаратном уровне, позволяет нам защищать важные компоненты, участвующие в обеспечении безопасности системы. У меня вопрос. Да. С этим модулем в Россию у вас техники запрещены? Я бы сказал, тогда это комментарий. Использование TPM запрещено на территории Российской Федерации. Насколько я знаю, это не так. И если вы... Ну, я тогда разверну этот комментарий в другую сторону. Мы сталкивались с ситуацией, когда несколько лет назад это действительно было законодательным образом запрещено. На текущий момент, насколько известно мне, я готов уточнить эту информацию, такого жесткого ограничения не существует. И поэтому, если поставщик компьютерной техники, неважно, какая это компания, предоставляет вам машины, в которых этот модуль существует, вы можете быть уверены в том, что это законным образом ввезенная техника. Но если есть какие-то сомнения на эту тему, этот вопрос всегда можно дополнительно проверить. Некоторое время назад, например, внутри Майкрософта существовала жесткая политика, которая запрещала использование TPM-модуля для сотрудников российского офиса. Именно в силу вот этих проблем. И эти проблемы ушли, потому что изменились соответствующие пункты. И наоборот, сейчас использование битлокера на машинах с Windows, на компьютерах сотрудников Майкрософта, в том числе и в России, является обязательным требованием. И если на машине используется TPM, он в обязательном порядке используется, и при старте машины соответственно используется предотортификейшн-ключ, например, пин-код несоответствующий пароль. Теперь, что касается вот этой компоненты, которая проверяет целостность кода в операционной системе Windows 10. Как я уже сказал, уже некоторое время назад компоненты самой операционной системы Windows имеют цифровую подпись. И это же требование предъявляется к любым драйверам, которые поставляются в рамках операционной системы. Windows блокирует запуск неподписанных компонентов в режиме ядра. Но этот подход теперь может применяться и для пользовательского режима. И вы с помощью настроек Device Guard можете сказать, разрешаете ли вы запуск неподписанных приложений на этой машине. И если разрешаете, то вот хэш, который должен использоваться, вот контрольные суммы, и только если они соблюдаются, то есть никакой бит внутри этих приложений не был изменен, мы разрешаем запуск этих приложений. Или мы эти приложения подписываем, включаем политику, которая запрещает запуск неподписанного кода, и тогда и в пользовательском режиме тоже запускаются только те компоненты, которые подписаны. Это жесткая политика, которая приводит к тому, что от старта операционной системы до запуска любого экзешника или там DLL-ки, или даже VBS скрипта, или даже скрипта PowerShell, он будет запущен только в том случае, если он подписан. Как следствие, вероятность атаки на такую машину она существенно ниже. Другое дело, что совершенно очевидно, использование такого жесткого варианта настройки Windows 10 далеко не во всех сценариях подходит компании. Мы с вами говорили сегодня там про мобильные сценарии, вот человек, который со своим планшетом хочет работать с корпоративными данными нашей организации. Если в компании такой сценарий используется достаточно широко и там многие, если не все сотрудники могут применять какие-то свои устройства для доступа к корпоративной информации, очевидно, что для этих вот устройств использование Device Guard, даже при условии, что там Windows 10 Enterprise, нереально. Потому что вы тут же заблокируете работу всех остальных пользовательских приложений, которые не имеют никакого отношения к работе, являются его личными приложениями. И это не то, что пользователь, наверное, ожидает и уж точно не то, за что он вас будет благодарить. Поэтому Device Guard это скорее технологическое решение, которое в первую очередь ориентировано на машины с там фиксированным или достаточно редко меняющимся набором программного обеспечения, машины, которые используются именно для работы, для выполнения определенных задач. Вот этот слайд лишний раз демонстрирует или иллюстрирует, какие конкретно модули используются при старте операционной системы и запуске тех или иных приложений при включенной технологии Device Guard. У нас есть компоненты, которые называются Kernel Mode Code Integrity, у нас есть компоненты, которые называются User Mode Code Integrity. эти службы включаются и настраиваются в Windows 10 для того, чтобы превратить вот эту машину в каком-то смысле аналог мобильного телефона, на котором действует иное правило. Можно запустить только то приложение, которое явным образом разрешено или которое поставлено с Windows Store. Все остальное запускать в этой операционной системе нельзя. Ну и лишняя иллюстрация вот этой аппаратной поддержки Virtualization Based Security. Вот это ситуация, в которой Kernel Mode Content Integrity, компоненты, которые есть и в Windows 8.1, напомню, подписанность драйверов и других компонентов ядра, это уже достаточно долгая история в Windows. Вот как это реализовано в Windows 8.1, как это выглядит. Операционная система, есть режим ядра, вот он снизу, есть пользовательский режим. Вот в этом режиме ядра естественно запускается сама служба Kernel Mode Code Integrity, но если мы на машину получили вредоносный код, который сам функционирует в режиме ядра, то эта служба уязвима, потому что вот этот зловред в том числе может изменить поведение этой службы. Что происходит, если у вас есть аппаратная поддержка виртуализации, то есть если в машине, на которую вы хотите настроить Device Guard, есть процессор, поддерживающий Hyper-V, есть возможность включить механизм, который называется SLAT, Second Layer Address Translation, этот механизм поддерживается во всех процессорах Intel, например, начиная с Core i серии. Смотрите, что происходит. Мы устанавливаем в Windows 10 гипервизор, как любую другую компоненту Hyper-V ROLF через Control Panel, через панель управления, и гипервизор, как и всегда, помещается как бы между хостовой операционной системой и оборудованием. И гипервизор создает так называемый защищенный контейнер. Ну, технически это определенные участки оперативной памяти, доступ к которым контролирует только этот модуль. Ни один другой компонент операционной системы записать что-то сюда не может. Это делается только через гипервизор. Потому что как только такая попытка осуществляется, генерируется аппаратное прерывание процессора, и управление передается вот сюда. Так же происходит при работе виртуальных машин. И вот в этом защищенном контейнере соответственно запускается вот этот kernel mode code integrity служба, этот модуль. Ну и кроме того, в этом же контейнере в Windows 10 может запускаться компонент, который называется credential integrity. компонента, ну фактически LSAS процесс, который отвечает за ввод и проверку логина и пароля пользователя при входе в систему. На машинах с Windows Server 2016, где также будет реализована аппаратная защита на основе технологии виртуализации системы, сюда же будет еще помещаться код операционной системы, который называется virtual tpm. Это технология Windows Server, которая позволяет вам на хосте виртуализации запускать виртуальные машины с поддержкой как бы tpm в гостевых системах. Это принципиально важные для обеспечения безопасности модули в Windows, поэтому они помещаются сюда, доступ к ним контролируется гипервизором, и даже если ваша система поражена и соответствующий зловред работает в режиме ядра, повредить вот эти элементы он не сможет. Только очень небольшой набор API позволяет взаимодействовать с этими компонентами, и все эти вызовы проходят через Hyper-V. Соответственно, если ваша машина, на которой вы планируете использовать Windows 10 Device Guard, не поддерживает технологию виртуализации, на ней нельзя включить Hyper-V, вы лишаетесь вот этой возможности, но не лишаетесь возможности настроить проверку Code Integrity, которую мы сейчас с вами попробуем реализовать, и соответственно уровень защищенности такой машины будет несколько меньше, но тем не менее не то чтобы совсем нулевой. Да. Вопрос, предполагает ли вот этот сценарий с Virtualization Based Security работу пользователя виртуальной машины? Нет. То есть для него по-прежнему существует хостовая операционная система, он видит ее, там не запускаются какие-то виртуальные машины, которые съедают кучу памяти и дискового пространства, просто используется механизм защиты областей оперативной памяти такой же, как при использовании виртуальных машин на основе вот этого модуля Hyper-V. И можно сказать по-другому, при использовании этой технологии в Windows 10 Hyper-Visor вы применяете не для того, чтобы запускать виртуальные машины, а для того, чтобы четко разграничивать доступ к тем или иным областям АЗУ. Как, соответственно, выглядит настройка Device Guard? Давайте попробуем, сейчас будет достаточно много уж, извините, PowerShell'а, потому что начало настройки технологии Device Guard на системе начинается с того, что вы, во-первых, проверяете, поддерживает ли машина, где вы хотите включить Device Guard вот эти аппаратные вещи, то есть, есть ли там UEFI, если да, надо включить CQ-Boot или проверить, что он включен. Если машина поддерживает Hyper-V, процессор соответствующий, то в Windows 10 надо установить компоненту Hyper-V как роль для того, чтобы потом включить вот эту аппаратную поддержку на уровне виртуализации. Наконец, если мы прошли эти этапы или мы выяснили, что это нельзя сделать, потому что железо достаточно старое, мы переходим к настройке компонента, который называется Code Integrity, проверка целостности системы. Как это выглядит? Давайте сначала посмотрим на текущее состояние машин. Посмотрим. Может быть? Нет, посмотрим. Мы будем в основном манипулировать вот этими двумя виртуальными машинами с Windows 10 Enterprise. И вот эта машина клиент номер два. Это тестовый образец, на котором мы будем смотреть, как работает технология Device Guard. На текущий момент к этой машине не применены никакие политики Device Guard, поэтому в частности я могу вот здесь с диска C в разделе Tools запустить различные утилиты. Ну, например, консоль, терминал, вернее, не имеющий никакой цифровой подписи. Это абсолютно неподписанный экзешник, я его просто запустил, просто с ним работаю. Или там другой вариант, мы можем, например, захотеть запустить какой-нибудь новомодный плеер, который скачали с интернета. И, соответственно, этот код может попросить административных привилегий, если пользователь нажмет кнопку ЕС, будучи администратором на этой машине, то, соответственно, это приложение он установит. Ну, как только там виртуалочка моя немножко проснется. Поскольку Device Guard это технологическое решение, которое существенным образом влияет на то, как себя ведет Windows, то мы, естественно, рекомендуем сначала использовать некую эталонную машину, роль, которую будет выполнять вот этот клиент, клиент номер один, на нем протестировать все настройки, посмотреть, что после этого система ведет себя так, как вы предполагаете, что после этого действительно работают нужные вам приложения и не работают ненужные вам приложения, и только после этого применить политику уже, что называется, в боевом режиме на требуемое количество машин. Поэтому вот эта виртуалка представляет собой у меня такой вот золотой образ с типовым программным обеспечением, который используется в моей корпоративной среде. Соответственно, обращаемся в панель управления и с помощью Control Panel и раздела Programs мы включаем необходимые компоненты Windows для работы этой штуки. В первую очередь это уже упомянутый Hyper-V, если система на аппаратном уровне поддерживает Hyper-V, поскольку все вот это у меня реализовано в виде виртуальных машин, то, соответственно, у меня там, конечно, Hyper-V включать бесполезно, но вот он здесь в клиентской системе присутствует. И вторая компонент, которая нам нужна, сейчас главное ее не пропустить, вот она, Isolated User Mode. Вот эту компонент мы также должны включить на десятке, руками ли, или с помощью групповой политики в качестве предварительного шага. Дальше, если мы вспомним основную идею, заложенную в Device Guard, его задача предотвращать запуск любого несанкционированного программного обеспечения. И поэтому сначала нам нужно Device Guard объяснить, а что такое разрешенное программное обеспечение, для чего мы и должны произвести так называемое стартовое сканирование. Вот мы взяли машину, поставили туда нужный нам для работы софт, проверили, что все работает так, как нужно, и вот теперь на нее, извините, надо натравить Device Guard, точнее говоря, вот эту технологию Code Integrity, для того, чтобы она просканировала все, что поставлено на этой машине и проверила все цифровые подписи. А если у софта нет цифровой подписи, подсчитала хэши и занесла это в соответствующий файлик. Вот, собственно, это и есть первый скрипт. Все эти настройки реализуются с помощью PowerShell. Я вкратце поясню, что будет происходить здесь на этом экране. единственное, что я сделаю, чтобы не мешали нам соответствующие файлики, которые на десктопе уже присутствуют, мы их пока удалим. Итак, смотрите, первое, первое по пятой строчке. Здесь задаются некоторые переменные для PowerShell. Это не обязательно, это сделано у меня просто для удобства. И, кстати говоря, все эти скрипты, они тоже могут быть вам доступны, если они вам необходимы. можно вместо того, чтобы определять вот эти переменные в PowerShell просто писать везде абсолютные пути. C2 и точие, вот сюда нужно положить файл, C2 и вот сюда нужно положить другой файл и так далее. Я для этого использую переменные окружения. Дальше. После того, как мы давайте почистим строку. после того, как мы эти переменные настроили, следующий шаг это запуск сканирования, ну, например, диска C. Или если у вас на машине несколько жестких дисков или несколько томов, и вы хотите, естественно, наверное, залочить запуск любых несанкционированных приложений с любого диска, мы должны отсканировать все исполняемые файлы на всех имеющихся дисковых ресурсах этой системы. В данном случае я использую вот такой скрипт, который создает мне теневую копию моего диска C. В данном случае эксперименты я все буду проводить на диске C. И делаю это для того, чтобы сканирование прошло по всем приложениям, даже тем, которые в настоящий момент запущены и используются. А приложение зачастую вставит монопольную блокировку доступа к файлу, и скан не сможет его проверить, если этот файл сейчас используется какой-то компонент Windows. С помощью механизма теневых копий мы можем избавиться от этой проблемы. Создали теневую копию и натравили сканер на эту теневую копию. Она там просканировала все необходимые файлы. Это созданная теневая копия с помощью вот этих трех команд. Монтируется потом в виде линка к папке CSPY. Вот она здесь появилась на диске C. Вот она. Ну и дальше, в общем-то, главная команда на этом этапе это создание политики. Реализуется она команда летом, которая называется New CI Policy, CI Code Integrity, расшифровывается. И в качестве параметров мы говорим создать политику, стартовую политику, проверить, соответственно, цифровые сертификаты, точнее, подписи соответствующих файлов. Вот этот ключ fallback hash говорит о том, что если файл не подписан, тогда подсчитай его хэш-сумму и сохрани в соответствующем файле. Результат работы этой политики сохранить вот здесь, а эту переменную мы с вами определили, и просто в данном случае у меня на десктопе этот файлик будет создан. И, наконец, с помощью последнего вот этого параметра scan-pass мы указываем, что сканировать. Это может быть просто c2. Если вы вообще не укажете этот параметр, по умолчанию этот командлет будет сканировать все тома, которые есть в данном случае в системе. И последний, вот теперь уже точно последний ключик user-piece говорит о том, что сканировать надо не только компоненты режима ядра, но и все компоненты пользовательского режима. Если мы эту процедуру запустим, давайте, попробуем это сделать. Запускается процесс, который позволяет вам немножко передохнуть, потому что эта процедура полного сканирования занимает достаточно длительное время. Вот он пошел процесс, вы можете смело сходить на обед. На вот этой виртуальной машине у меня вся процедура занимала порядка 45-50 минут. Это время может варьироваться в зависимости от размеров диска, количества файлов, которые там хранятся, и быстродействия системы. Я, соответственно, с вами на этом прощаюсь. Через час возвращаемся, смотрим на результаты. Шучу, да. Остановим эту процедуру. Соответствующий файл сканирования у меня заранее был сохранен. Сейчас я к нему вернусь. И, как и было указано в скрипте, вот сюда на десктоп его сохраню. Здесь бы он появился, как только эта процедура закончила бы свою работу. Теперь давайте посмотрим, что находится внутри этого файла, открыв его, например, с помощью одного из самых лучших редакторов всех времен и народов, Notepad. Это XML-структура. Причем здесь есть несколько опций, на которые бы я обратил внимание. По умолчанию, если вы специально ничего не указываете ключами, политика создается в режиме аудит. Это принципиальнейший момент, который говорит о том, что на текущий момент эта политика не блокирует ничего. Оно просто анализирует, что в системе, какие приложения, какие исполняемые файлы, позволяя вам и дальше запускать их и использовать на этой машине. Если вы сразу включите Enforced режим и применение политики, то последствия, как вы понимаете, без тестирования могут быть разные, в том числе машина перестанет у вас нормально работать или сгружаться. Поэтому в режиме аудита мы получили информацию о том, какие файлы на этой машине у нас существуют. Вот этот ключик UMCI говорит о том, что мы сканируем в том числе и пользовательский режим. А то, что вы видите дальше в виде такого вот красивого списка, это либо подсчитанные хэши соответствующих файлов, если файлы не имеют подписи, либо внизу ниже сможете посмотреть соответствующую информацию о цифровых сертификатах. Ну, вернее, о подписях этого кода. И вот мы получили такой файлик, размер его там, по-моему, полтора мегабайта у меня получился, вот такого стартового сканирования. Соответственно, дальше мы вот этими двумя командами удаляем теневую копию, она нам больше не нужна. И для того, чтобы Windows 10 максимально производительно работала вот с этой политикой, с результатами вот этого сканирования, этот XML-файл конвертируется в бинарный файл, который, во-первых, меньше пространства занимает и быстрее используется в различных операциях. И вот последняя команда, которую вы здесь видите, сконвертировать вот этот файлик, который фактически содержит XML, в бинарный файл, приведет к тому, что, конкретно в этом примере у меня на десктопе возникнет файл с расширением .bin, и это фактически файл политики проверки целостности кода вашей организации. Точнее говоря, вот этой системы. И дальше вот этот файл, который содержит эталонную информацию о том, что за софт на этой машине, вы можете через групповые политики включить и применить к соответствующим машинам. Но вот так вот сразу после стартового сканирования делать это непредусмотрительно. Вот он получился, этот файлик, device guard policy bin. Вот он отразился у меня на десктопе. Что мы делаем дальше? Дальше после этого стартового сканирования мы начинаем смотреть, что работает в нашей системе, запускаем те или иные приложения, в общем, начинаем работать с этой машиной, а поскольку вот эта политика, которую только что создал, сконфигурированного в режиме аудита, Windows начинает протоколировать в соответствующий журнал запуск любого софта, который не укладывается вот в это стартовое сканирование. Например, мы отсканировали вот так систему, а потом скачали дистрибутив какой-то утилитки и запустили ее. И политика сразу отслеживает, тут появился софтина, которая вот в этом стартовом сканировании отсутствует. Но она не блокирует ее запуск, а просто фиксирует эту информацию. Вот для того, чтобы вы могли лишний раз протестировать машину, убедиться в том, что все работает так, как необходимо. И вот здесь вот в журнале, который называется Code Integrity Operational, находится он в Event Viewer в разделе кастомных журналов Microsoft, Code Integrity, мы начинаем получать, например, вот такие, давайте-ка я быстренько вот это сделаю, сообщение о использовании или запуске того или иного приложения. В данном случае указано, что была осуществлена попытка запуска вот этого экзешника, информация, о котором отсутствует вот в этом XML-файле сканирования. В этом нет. Потому что этот файл появился позже, потому что мы его там только что установили и так далее. И система вот в этом режиме аудита начинает собирать всю информацию, которая не соответствует политике. Следующий шаг. Ну, опять же, в этом скрипте я определяю некоторые переменные. В основном это название файлов и соответствующие пути, которые мы будем использовать. И следующая важная команда. Мы генерируем новую политику на основе результатов аудита. Я пока запущу эту команду. Что произойдет в результате работы этого командлета? Будет сконфигурирован еще один XML-файл, в котором будут перечислены только те компоненты, те исполняемые файлы, которые были запущены в Windows 10 после вот этого стартового сканирования. И не соответствуют вот этому стартовому скану. То есть это как бы разница между тем, что мы сначала отсканировали, и тем, что происходит у нас сейчас в Windows 10. и этот файлик, вот он появился, я назвал его audit policy, если мы его посмотрим. Вот, в частности, здесь мы видим, что была попытка запуска VLC-плеера. Этой информации не было в стартовом сканировании, потому что я тогда еще там и файлов этих не было, условно говоря, не запускал я его. И эта информация в этом файлик отражается. И дальше, соответственно, мы следующей командой осуществляем слияние того, что у нас было в стартовом сканировании в initial файле XML, и того, что мы, тех результатов, которые мы получили после работы вот в таком режиме аудита. Мы добавляем, как бы расширяем, включаем эту информацию в соответствующий файл. И опять же, после того, как это сделано, мы, вот пошел процесс слияния, мы этот получившийся файл конвертируем в бинарник с помощью команды convert from CI policy, как и в прошлый раз. Ну и, соответственно, теперь, смотрите, когда мы осуществили стартовое сканирование, когда мы доустановили на эту машину какого-то софта, которого не было раньше, потому что он нам нужен, убедились, что все работает, на основе журнала аудита собрали информацию об этом дополнительном софте, который не попал в стартовый сканер, слили это все, объединили в одну политику. Нас все устраивает, вроде бы, никакого другого софта нам на этой машине не нужно. Мы теперь эту политику можем применить к нужной системе, причем применить в режиме enforced, в жестком режиме, когда он уже будет сказать, политика скажет системе, если этот файл не соответствует полисе, тебе нельзя его запускать. Как реализуется этот механизм? Давайте пока тут идет процесс, я его кратко поясню. Вот следующая закладочка, где мы опять же определили некоторые переменные, я к ним сейчас вернусь. и вот с помощью этой команды set rule options мы говорим вот файл.xml, в котором собрана вся наша информация, теперь из этого файла выключи режим аудита и соответственно жестким образом эту политику нужно будет применить. В командлете set rule options есть несколько параметров, вот они показаны здесь на экране, вот с помощью пункта номер 3 мы выключаем режим аудита, есть ряд дополнительных опций, которые мы можем добавить в правила настройки этой политики. Единственное, что я вернусь и доделаю предыдущий шаг в этой системе и если нас все устраивает, мы соответственно инициируем все эти переменные или опять же руками прописываем соответствующие пути. И дальше смотрите, вот эта команда она говорит исходную политику сканирования сделать политикой принудительной. Либо, как мы уже с вами договорились, если мы еще с помощью аудита собрали какую-то разностную информацию, мы можем вот эту смерженную политику сделать принудительной. Я это делаю сейчас для стартовой политики, только для цели демонстрации. И соответственно отключаем эту опцию три, сейчас посмотрим, что в итоге произойдет. Из этого файлика XML, который и будет вот этой итоговой политикой, применяемой в дальнейшем нашим машинам, будет выключена опция аудита, могут быть выключены различные дополнительные параметры с помощью этой команды, и мы получим политику, которая останется применить к соответствующим машинам. Вот у меня файлик Enforced, который появился в итоге. Открываем. Ключа аудит, как видите, здесь больше нет, тем самым мы превратили этот XML в жестко применяемую политику, запрещающую запуск любого неизвестного системе софта. Эту политику снова конвертируем в бинарник, и вот теперь наконец этот бинарник применяем к нужной машине. Соответственно следующий шаг после того, как мы сформировали вот этот бинарный файл, это применить этот бинарный файл к требуемому количеству машин, в данном случае к той виртуалке клиент 02, клиент номер 2, с которым мы будем экспериментировать. Соответственно файлик этот мы копируем, например, на файловую шару и настраиваем групповую политику, которую я сейчас продемонстрирую, с той только разницей, что я не групп полиси в домене буду для этого задействовать, а локальную политику, чтобы это было побыстрее. Вот смотрите, все настройки связанные с Device Guard находятся в разделе Computer Configuration, Administrative Templates, подраздел System, и пункт, который так и называется Device Guard. В данном случае здесь есть две опции. включить Virtualization Base Security, использовать виртуализацию для защиты систем. Опять же, это имеет смысл делать, если соответствующее оборудование на устройствах присутствует, поддержка Hyper-V реализована. В моем случае речь идет о виртуальных машинах, это бессмысленно делать. И настройка, связанная с Code Integrity, вот она располагается здесь, пункт, который называется Deploy Code Integrity Policy, мы ее включаем и указываем, где располагается соответствующий файл политики. В данном случае я заранее этот файлик скопировал на жесткий диск C этой клиентской машины, и нам остается только прописать его расположение. сейчас только машина проснется. О! Вот он на диске D, файл Device Guard Policy, ну а в промышленном варианте мы естественно располагаем на сетевой шаре, например, и указываем сетевой путь два слыша имя сервера ими шары. Вот так. Прописали этот путь. Что произойдет, когда мы применим эту политику? Вот здесь в папке Windows под каталоги System32 есть соответствующий каталог, называется он Code Integrity, где и будет располагаться применяемая к данной конкретной машине политика. Вот, соответственно, если эту групповую политику применю. Вот он, здесь появился файлик. Он всегда называется именно вот так CI Policy. И на основе информации теперь вот уже отсюда система будет проверять действительно разрешено запуск того или иного приложения в системе. всего выступления рассказывали о том, как важно обновление для Windows. Дело в том, что обновления постоянно включенные постоянно меняют Windows. Вы сейчас рассказали об очень интересной технологии защиты, когда контролируются все запускаемые файлы. Какова цена обслуживания вот этой технологии с учетом первого обстоятельства? И можно ли ее включать? у нас будет постоянно синий экран на всех машинах? Я вкратце переозвучу вопрос, какова цена вот этого всего? Не в финансовом выражении, а в усилиях, естественно, которые закладывают айтишники. И вы тут совершенно правы, небольшая ремарка, я применил эту политику, перезагружаю машину, после этого Device Guard работает на этой системе, мы это проверим. Значит, действительно, это достаточно жесткий механизм, поэтому вы вполне можете столкнуться с ситуацией, когда вам нужно поставить очередной софт на эту машину, защищенную Device Guard, этот софт не подписан, и нужны определенные действия, я постараюсь продемонстрировать, какие. Да, дополнительная работа от айтишников понадобится, но это не связано с обновлением операционной системы, потому что любой апдейт, который приходит на Windows, он уже подписан, и система доверяет этому сертификату Microsoft. У вас есть возможность, да, соответственно, любой софт, который, например, уже подписан вашим цифровым сертификатом, опять же, вы просто ставите и запускаете, для этого не нужно сканировать политику, пересчитывать какие-то хэши и так далее. Но вот если речь идет о том, что на эту машину после применения политики нужно установить какую-то новую софтину, у которой нет цифровой подписи, тогда вам действительно потребуется пройти ряд определенных процедур, подписать этот код и установить на систему. Выходит новое обновление к этому неподписанному софту и это надо делать снова. Поэтому, конечно, эта политика потребует дополнительных усилий от айтишников и если на машине, с которой вы сталкиваетесь изменение софта в силу специфики бизнеса происходит очень часто или, например, ежедневно, наверное, сейфгард это не та политика, которая подойдет для такой ситуации или вы будете постоянно заниматься отработкой этой штуки. Да, я пока соответственно проверю, что мы... Вот сейчас там вопрос будет. Да, добрый день. В свое время в блокере, который реализован, появился, например, 2008 МР2, цифровая подпись складывается впечатление, что проверяется просто не по отпечатку сертификата, а просто по цену, по имени. Как реализована проверка сертификатов подписи софта в данной реинкарнации оплокера? Ну, во-первых, я все-таки отметил, что это не оплокер. Оплокер как компонент, она по-прежнему присутствует в десятке, и можно будет даже сказать пару слов, зачем она может потребоваться вам при использовании этой штуки. Естественно, проверяется именно цифровая подпись. Не просто, что есть какой-то сертификат, файл подписан, слава богу, а то, что этот файл подписан, мы этому сертификату доверяем, и подпись верна. И поэтому до тех пор, пока сертификат вашей собственной PKI-инфраструктуры вы не добавите в политику и не скажете явным образом вот этим сертификатам надо доверять, даже несмотря на то, что софт будет подписан, девайс-гарт не даст его запустить, потому что вы ему не сказали, что этой подпись доверяете вы. Именно по отпечатку конкретного сертифика. Да. Там принт. Валерий брался и не отпечатал. Да. Может быть, чуть дальше даже я смогу это показать. Мы вернулись на нашу машину, для которой мы применили соответствующую политику. И если я нигде с этими скриптами и перезагрузками сейчас на ходу не ошибся, мы увидим вот такую штуку. В данном случае система говорит нам о том, что этот файл не прошел проверку целостности, политика ничего про него не знает, он не подписан, он не указан явным образом в политике, не содержится информация о БОХШ. Все. Да. Какое будет поведение сеть вайс-карте, когда он на шарте не обнаружил спинарного файла? Вы в групповой политике указали, путь до бинарного файла? Когда он при применении групповой политики не обнаружит файла, какое будет дальнейшее поведение? Какое будет поведение девайс-гарда, когда он не обнаружит бинарного файла, указанного в полисе? Как вы видели, когда этот файл публикуется в групповой политике, на основе этого файла он конфигурирует цифровой сертификат и прописывает в папке Code Integrity. Пока этот файл там присутствует, и групповая политика говорит, что она включена, он будет использовать эту информацию для реализации этой защиты. И только пока вы явным образом не выключите эту политику через групп-полис или вот так руками через Local Security Policy, политика будет продолжать отрабатывать на основе вот этого файла. Александр, вопрос традиционный по безопасности. Как будет ли сертифицировано по требованию МЭБ соответствующих органов? У нас десятка. И связанный с этим вопрос в связи с тем, что следующей операционной системы не будет, а будет только функциональное обновление, как дальше с этим быть? То есть вы будете сертифицировать каждое вот это полнофункциональное обновление или как это будет происходить? Прекрасный вопрос, правильный вопрос, следующий вопрос. Ну давайте тогда маленький следующий вопрос по поводу поддержки российской криптографии, которую так долго твердили большевики. Давайте я все-таки вернусь к первому. Есть планы, естественно, по сертификации Windows 10 во ВСТЭК, как и с другими операционными системами. Этот процесс идет и занимает он достаточно много времени. Как будет происходить сертификация с выходом вот этих функциональных обновлений, я пока не скажу. Я не знаю этого, но эту информацию я там готов уточнить у соответствующих специалистов. Используется ли при этой сертификации вот этот LTSB дистрибутив или вот эти динамические обновляемые, вот этого пока не скажу. Я не располагаю этой информацией, мне надо это уточнить. Соответственно, возвращаясь к вопросу о криптографии, Windows продукт, как вы понимаете, американский, поэтому там по умолчанию криптографические алгоритмы соответствующие. Если вам нужно использовать криптографию не встроенную, для этого по-прежнему существуют криптопро и другие партнеры, которые делают эту криптографию и позволяют реализовать. Ну, вы как-то говорили на одной из конференций, что в BitLocker возможно будет обеспечена возможность точнее интеграции. Потому как раньше там, по-моему, по умолчанию как стояла, американская, так она и... Увы, к сожалению, ни тогда, ни сейчас добавить в BitLocker другой крипто-алгоритм вы не можете. Понятно. Точка абзац, если вы... о применении этого структура. Если мы попробуем, например, запустить... Ну, вот смотрите, к этой машине применена политика Device Guard. Запуск любого стороннего софта, в том числе, например, вот этого плеера запрещена. Теперь смотрите, что мы сделаем. Давайте мы ради интереса зайдем на какую-нибудь шару и скачаем вот такой набор утилиток. Наверное, многим из вас известный, SIS Internals. На диск C вот сюда. А, он уже здесь есть. Эта папка не участвовала в сканировании. Напомню, сканирование политики запускала на другой машине, эталонной, где эти компоненты применялись, вернее, были установлены после сканирования. То есть они не входят в политику, они не были запротоколированы вот в этом файле XML. Тем не менее, давайте мы попробуем запустить вот эту утилиту. Легкая пауза. И вуаля. Вопрос, почему запускается этот файл? Ответ, потому что, если мы зайдем внутрь, этот файл подписан. Изначально, когда вы скачиваете эту утилиту, это подписанный код, причем он подписан сертификатом Microsoft, и вопросов к нему не возникает. Этот же принцип используется, когда вы закачиваете приложение из Windows Store и, скажем так, источников проверенных и надежных. Да. У меня два вопроса. Во-первых, сообщение, когда мы не могли программу запустить, оно никак пользователю не подсказывает, из-за чего он не мог запустить. То есть, там никакой нет ни заголовка, что это блокировка, а просто же там какая-то ошибка в бинарном файле. Это первый вопрос. А второй, когда проверяется, что приложение подписано, неважно, когда оно было подписано, пять лет назад, например, Ява, у нее устаревают подписи. Возвращаясь к первому вопросу, сообщение об ошибке действительно никак не показывает, в чем причина. С одной стороны, это действительно плохо. Мне тоже всегда это не нравилось. Windows. С другой стороны, я понимаю, почему это происходит. Ну, потому что эти сообщения об ошибке появляются в силу разных причин. Используется один и тот же механизм, который это сообщение об ошибке генерирует. Он действительно может быть вызван разными проблемами. Важно, что результат все равно тот, который нам нужен. Он не смог запустить то, что мы ему не разрешили запустить. Что касается сертификатов, безусловно, срок действия этих сертификатов постепенно истекает. И если мы понимаем, что тот или иной файл подписан сертификатом, срок действия которого истек, мы перестаем ему доверять. И, соответственно, либо этот файл нужно переподписать, либо завести его в политику исключения с помощью хэша и перепеременить. То есть перестанет запускаться через какое-то время. Три года запускалось, ничего не обновляли, заново сканирование не запускали, и файл перестанет выполняться. Да. То, что мы... Ну, давайте еще один вопрос, и мы все-таки будем двигаться дальше, потому что времени остается все меньше. Если пользователь, локальный администратор на компьютере, он через групп полисе может отключить выполнение девайс-гарда? Правильно? И, соответственно, после этого VLC и там Пути будут запускаться в данном случае? Если у пользователя есть права администратора на данную машину, изменить настройки групп полисе он не может. Он может отключить локальную политику, на это у него есть административные права. Но еще раз, в данном случае я плохой пример вам показал, используя local group policy. на самом деле это делается групповой политикой, если это сделано так. В домене. В домене, естественно. То эта политика будет накатываться вне зависимости от того, хочет он этого или нет, и отрабатывать и применяться к этой машине, даже если пользователь что-то пытался там поменять. Если что... Для чего? Ну, то есть вы сейчас пытаетесь симулировать какой-то вариант обхода, то есть как сломать, но давайте в перерыве подойдем и просто поломаем эту систему, попробуем это сделать. Мне сейчас сложно предположить все возможные варианты. Значит, я бы хотел все-таки обратить ваше внимание еще на две важные возможности, напрямую связанные с настройкой этой технологии. Возможность номер один. Это подпись, подпись приложения. Вот у нас есть line-of-бизнес-приложение, мы его используем на предприятии, у него нет никаких цифровых подписей, но у вас есть возможность с помощью инструментов Windows 10 это приложение подписать. Если говорить точнее, выглядит это следующим образом. Но, опять же, я даже не буду сейчас запускать весь этот скрипт, хотя он отрабатывает все в порядке. Вы с помощью вот такой команды указываете, где располагается дистрибутив софта, который вы хотите установить на эту машину. Ну, точнее говорю, на эталонную машину, очевидно. Вот эта утилита, Package Inspector, это встроенная утилита Windows 10. Соответственно, запускаем ее, указываем, где располагается дистрибутив, и после этого запускаем установку этого программного обеспечения. Ставим, софт полностью установился, запускаем этот софт, убедились, что софт запустился, работает так, как вы предполагаете, закрыли этот софт, остановили работу инспектора с помощью атрибута Stop. В результате эта штука сгенерирует вам соответствующий файл, который называется файл каталога. И внутри этого файла будут прописаны хэши всех бинарных файлов, всех исполняемых файлов приложения, которые вот так развернули, включая сам дистрибутив и его setup.exe. И вот теперь всю эту информацию в виде кат-файла, файла каталога, мы подписываем. То есть, обратите внимание, подписывается таким образом технически не дистрибутив как таковой, а сгенерированный файл, который содержит информацию обо всех хэшах этого дистрибутива. И делается с помощью утилиты, которая называется Sign Tool. Она доступна в рамках Windows SDK. Разработчики наверняка знают этот инструмент. Вот это пример применения утилиты, с помощью которой мы подписываем соответствующий файлик и указываем ключом N цифровой сертификат, с помощью которого мы подписываем этот файл каталога. В данном случае, конечно, название этого цифрового сертификата несколько шокирует, но для цели демонстрации вполне себе. Мы предполагаем, что это сертификат вашей инфраструктуры PKI. В результате на выходе вы получаете вот такой вот файл каталога. Располагается, ну, то есть, он будет сгенерирован там, где вы скажете. Вот он. И если мы посмотрим в него настройки, мы увидим, что он действительно подписан вот этим самым сертификатом, который я сказал, то есть, вашим сертификатом вашей инфраструктуры PKI. Можно посмотреть его там параметры характеристики. И теперь осталось только этот файл каталога добавить в операционную систему. Все файлы каталогов располагаются в одном и том же месте. Это папка Windows System 32, CatRoot, и вот такое нечитаемое имя файла, имя папки, где располагаются все эти файлы каталога, в том числе сюда нужно поместить подписанный вами катфайл. После этого софтина, которую мы таким образом хитро подписали, начинает запускаться нормально на устройствах с включенным девайс-гардом. У нас остается с вами буквально 15 минут, если не ошибаюсь, на тему Enterprise Data Protection и DP. И я хотел бы сразу подчеркнуть, я не смогу вам показать Enterprise Data Protection живьем, потому что в осеннем обновлении Windows 10 эта технология еще не доступна. И это как раз та технология, которая в перспективе появится с выходом очередного функционального обновления для Windows 10. Но инструменты управления и средства, которые позволяют вам эту политику сформировать, но пока не отработать, они уже существуют в Config Manager 2016, они существуют в Microsoft Intune. Но сейчас вкратце о том, в чем основная суть технологии Enterprise Data Protection. Ее основная задача предотвратить утечку информации из корпоративных систем с компьютеров, в данном случае с компьютеров с Windows 10. Потому что в большинстве случаев такая утечка происходит непреднамеренно, о чем говорят вот эти цифры. Но в частности, например, мы столкнулись с ситуацией, когда при подготовке работы саммита G20 в Австралии один из сотрудников Министерства иностранных дел Австралии, если не ошибаюсь, он по ошибке отправил электронное письмо с личными данными участников этого мероприятия в организацию в комитет по организации чемпионата мира по футболу или чемпионата местного австралийского. Просто потому, что писал письмо, начал набирать адрес, куда отправить эту информацию, а почтовый клиент сделал ему автоподстановку, человек просто не посмотрел, письмо ушло. И, значит, вся вот эта информация вот этих людей, значит, ушла за предел. Абсолютно непреднамеренно. Соответственно, есть, конечно, варианты, когда явным образом человек хочет эту информацию скопировать, противодействовать такому варианту сложнее, но тоже можно постараться. Если мы посмотрим на технологии, которые сейчас присутствуют в операционных системах Windows, у нас есть достаточно много чего для реализации защиты данных, которые хранятся на жестком диске. Тот же самый BitLocker, шифрующая файловая система. Есть технологии, вот здесь они перечислены, которые позволяют, например, обеспечить безопасность данных при роуминге, то есть при передаче их, например, на другую машину и другому пользователю даже за пределы организации. Но вот как сделать так, чтобы Windows понимала, вот это корпоративные данные, а вот это личные данные, и поэтому с этими корпоративными данными нужно поступать так, а с личными вот так, вот это проблема. И эта проблема в различных системах за пределами Windows, она решается по-разному. Есть тяжелые, дорогие решения, в рамках которых вам нужно запускать специальный инструмент или переключаться из одного приложения в другое, если вы начинаете работать с корпоративной информацией. Мы постарались сделать так, чтобы средства, позволяющие разделять корпоративную информацию и личную информацию, присутствовали, ну, что называется, нативно, были встроены в операционную систему. И человеку не нужно было думать, эта информация, там, не знаю, личная или не личная, ее можно или нельзя передавать куда-то за пределы. Но, что самое главное, если он даже случайно это делает, система либо предупредила его о том, что он сейчас пытается скопировать или передать информацию корпоративного делового характера, или даже просто заблокировал бы эту ситуацию, если это необходимо. Enterprise Data Protection это соответствующая технология, которая будет реализована в Windows 10, причем она будет реализована не только в Enterprise Redakte, я хочу сразу подчеркнуть, по крайней мере, планы сейчас именно такие. И с помощью этой технологии администратор, ну или IT-отдел, создает политику. В рамках этой политики мы определяем, первое, какие приложения являются корпоративными. И это означает, что те данные, которые мы создаем с помощью этих приложений, по определению рассматриваются как корпоративная информация. А применительно к машинам с Windows 10 эти файлы автоматически будут шифроваться средствами Encrypted File System, шифрующей файловой системы. Второе, с помощью этой политики мы настраиваем информацию о том, как выглядит наша сеть. То есть, условно говоря, информация, которая расположена здесь, будет определяться как корпоративная. Например, все, что скачивается с ресурсов, с домена Microsoft.com. Корпоративная информация. Ну, я ее вину, для нашей внутренней сетки, не для вас, конечно. Ваша организация выглядит, вот этот SharePoint, вот этот сервер, или вот этот сегмент IP-шной сети, это наша внутренняя сетка, любые документы, которые на устройстве человек получает оттуда, Windows 10 должна рассматривать как корпоративные данные. Я, с вашего позволения, перейду к скриншотам, для того, чтобы пояснить, как это выглядит, и картинка, чтобы в голове сложилась. Ну, в дальнейшем, когда эта технология будет доступна для экспериментов, в рамках программы Insider Preview вы сможете поэкспериментировать с Enterprise Data Protection раньше, чем она появится в виде очередного функционального обновления, вы сможете, соответственно, эти политики применять. Итак, вот смотрите, есть некая папка с документами, и я пытаюсь файлик открыть с помощью приложения WordPad. Обратите внимание, что вот здесь на скриншоте видно, этот файлик помечен зеленым цветом, это значит, он зашифрован. Зашифрован потому, что я скачал его на эту машину с некоторого ресурса, который рассматривается как корпоративный. И вот в этой строчке Encrypted to как раз указано, кому принадлежит этот файл. Ну, в данном случае Microsoft.com, мы на примере своей инфраструктуры делали эти скриншоты. Я пытаюсь его открыть WordPad и получаю вот такую информацию, вот такое сообщение об ошибке. Почему? Потому что WordPad не является корпоративным приложением, а файл, который я пытаюсь открыть, рассматривается как корпоративная информация. И для доступа к нему я должен использовать только соответствующие приложения. При этом я совершенно спокойно могу взять любой другой файл в этой папке документ, который, например, только что создал или который там скопировал, я не знаю, в социальной сети. Это мой файлик, он личный, не имеет никакого отношения к корпоративной информации, открыть его с помощью WordPad и совершенно спокойно с ним работать. Приложение одно и то же, характер данных разный, разное поведение системы в зависимости от информации, с которой мы работаем. Ну, давайте я сейчас покажу. Может быть, это как раз то, что вы имеете в виду. Если нет, то мы в перерыве обсудим сценарий, который вам интересен. Теперь смотрите, ситуация, с которой мы часто сталкиваемся. Открыто много окон в системе. Есть какой-то сайт, с которого я там скопировал информацию в буфер обмена. Или, скажем так, ну да, я решил поделиться этой новостью своим приятелем. Потом переключился в другое окно, забыл, что у меня там, это было скопировано, скопировал другой кусок информации из корпоративного документа. Вот он. И переключаюсь, я не знаю, в Twitter или в Facebook, думая, что я сейчас сюда скопирую из клипборда информацию о том, как сыграл Zenit в последнюю игру. Хотя, конечно, лучше это не копировать, но не важно. Значит, но на самом деле в клипборде сейчас то, что было скопировано из корпоративного документа, и система блокирует эту операцию. И в данном случае она не делает жесткую блокировку, а предупреждает меня, человек, то, что ты копируешь вне корпоративного приложения, является корпоративной информацией. Ты уверен, что ты хочешь это сделать? И уже на этом этапе, если я действительно непреднамеренно, случайно хотел это сделать, я остановился и сказал cancel. Тем не менее, у администратора есть возможность жестко настроить эту политику. И в этом случае она не будет предупреждать, она просто скажет, что этого делать нельзя. Тем не менее, если я эту информацию копирую в документ в Варде, который рассматривается как корпоративное приложение, это копирование пройдет совершенно нормально. Еще один вариант, я решил расшарить эту информацию, опять же, с помощью, не знаю, Facebook, скопировать что-то, это что-то было взято из корпоративного документа, и опять же, появляется предупреждение. То, что вы видите на этом скриншоте, это приложение, ну, неважно, какая это утилита, это утилит моделирования угроз, который используется внутри Microsoft, не суть. Опять же, это приложение в политике Enterprise Data Protection помечено как приложение корпоративное. Любые данные, соответственно, которые мы с помощью этого приложения создаем, по умолчанию рассматриваются как данные предприятия. И как только создав очередной файл, я пытаюсь этот файл сохранить, в интерфейсе система говорит мне, что к этому файлу будет применена политика Microsoft.com, и этот файл на жестком диске окажется в зашифрованном виде. И это произойдет даже несмотря на то, что вот это приложение, оно ничего не знает про то, что такое Enterprise Data Protection. Это просто приложение, которое было когда-то написано, и, естественно, никто его не будет менять под Enterprise Data Protection, даже если очень захочет. Ну и, соответственно, следующий пример. Щелкнув, да, ну вот вы видите, что этот файлик оказался на жестком диске в зашифрованном виде, в строке, в колонке, вернее, Encrypted To, мы видим, какая политика была применена. Ну, а у айтишника есть возможность настроить Enterprise Data Protection политику в режиме аудита. Опять же, то, что мы зачастую услышим от заказчиков, они говорят, нам нужно понимать, когда строится вот такая система предотвращения утечки данных, насколько часто у нас реально происходит это в системе. И получить информацию собрать крайне сложно. Вот Enterprise Data Protection можно настроить в режиме такого молчаливого анализа. То есть вы политику задали, но сказали, эта политика применяется в режиме Silent. И это означает, что пользователю вообще никто ничего не будет говорить. Не предупреждать, не запрещать. Он как работал с информацией, так и работает. Но как только он пытается какую-то информацию корпоративную, скопировать, например, в некорпоративный ресурс, в системе аудита фиксируются события. И админ, анализируя потом этот журнал, может понять, как часто происходит попытка передачи информации, неважно, преднамеренно или не преднамеренно. На какой машине это чаще всего происходит, каким пользователям это чаще всего делается. В этом журнале нет информации о самих данных, которые он пытался скопировать. Нет. Просто указано, такая-то машина, такой-то пользователь. И, по-моему, здесь даже по отношению к какому файлу он пытался сделать. Но, естественно, не само содержимое документа. Соответственно, проанализировав эту информацию, вы уже можете более, скажем так, осмысленно настраивать эту политику и применять к соответствующим машинам. И вот здесь в консоли Microsoft Intune вот этого MDM-решения от Microsoft вы можете видеть определенные настройки политики Enterprise Data Protection. В частности, здесь вы видите список приложений, которые рассматриваются как корпоративными. На этом скриншоте достаточно плохо видно, но, тем не менее, мы здесь можем просто указать конкретный путь. Вот все, что относится к приложению в папке Program Files Office 15 слэш и все, что внутри, это приложения, которые рассматриваются как корпоративные, любые действия этих приложений приводят к тому, что данные рассматриваются как данные предприятия. Внизу те самые возможные настройки блокировки. Я, кстати, наверное, смогу показать это на Intune живьем, чтобы, может быть, было лучше видно. Мы, собственно, указываем варианты. Сейчас, одну секунду. Одну секунду, не получилось. Вот пример такой политики. Смотрите, политика блок – это как раз жесткий вариант. То есть она запрещает копирование или утечку информации, намеренную или преднамеренную, за пределы корпоративной системы. политика – overwrite. Это то, что вы видели на скриншотах. Когда человека предупреждают, если он нажмет кнопку, тем не менее, система сделает это копирование. Нижний пункт – silent. Это вот как раз режим аудита, когда мы все разрешаем, но все фиксируем. И третий вариант – отключение этой политики, если это нужно для тестирования или вы просто хотите от этой политики отказаться. Ниже как раз указан, в данном случае у меня очень небольшой список приложений, которые рассматриваются как корпоративные, вот они здесь. И есть ряд дополнительных настроек. Это указание так называемого рекавери сертификата. Так же, как и в случае с шифрующей файловой системой, при использовании EDP вы сможете назначить учетную запись, сертификат которой будет применяться при шифровании соответствующих файлов, для того, чтобы если сотрудник покинул компанию, вот эти данные, которые его приложения зашифровали, не остались грудой цифрового материала, мы могли бы их открыть и использовать при необходимости. И ниже вы видите ряд дополнительных настроек, и в частности самая нижняя здесь, это использование совместно с Enterprise Data Protection технологии RMS, Rights Management Service. Потому что вот это шифрование файлов, вот эта защита информации работает до тех пор, пока эти данные находятся здесь, на устройстве с Windows 10. Теперь представим себе, ну, шифрующая файловая система, если я этот файлик взял и скопировал на флешке, то то, что вы увидите сейчас в Windows системе, а на флешке FAT32, этот файл будет расшифрован и в открытом виде положен на носитель, потому что файловая система FAT32 не знает, что такое шифрование NTFS. Но для того, чтобы вот это не происходило с действительно важной корпоративной информацией, мы можем интегрировать Enterprise Data Protection с RMS шаблонами, и тогда, как только этот файл покидает устройство с Windows 10, к нему автоматически применяется шаблон RMS, этот файл зашифровывается, в метаданных указывается, кто, как может этот файл открывать, с ним работать и использовать. И вот в таком виде, как бы запакованный в контейнер, этот файлик оказывается на съемном носителе. И нам не важно там FAT32 или NTFS. Или мы послали этот файлик по e-mail получателю за пределами нашей организации, которая использует и получает это письмо на iOS или на Android. Потому что реализация клиента RMS существует сейчас для всех основных платформ Windows, iOS и Android. Соответственно, в целом технология Enterprise Data Protection позволяет нам сократить ситуации или уменьшить количество непреднамеренной утечки корпоративной информации за пределы вашей сети. Как следствие, сократить вот эти варианты ошибок, когда данные покидают наши машины непреднамеренно. Технология достаточно интересная. Мы ждем в рамках программы Insider Preview, когда мы сможем с ним поэкспериментировать. Некое внутреннее тестирование внутри Microsoft уже происходит и мы надеемся, что скоро участник Insider Preview сможет с ним поэкспериментировать. Давайте один вопрос и я вас отпущу на перерыв. Остальные вопросы в перерыве обсудим. А система будет входить в стандартную поставку КБ или это Enterprise только? Нет, я уже сказал, что, по крайней мере, сейчас планы реализовать Enterprise Data Protection и в Professional и в Enterprise. Этой технологии не будет на домашних версиях Windows 10, потому что реализация этой технологии осуществляется через MDM, а подключить Home Reduction к MDM решению вы не можете. Хорошо, самый последний. Да, самый последний. Вопрос о источниках корпоративной информации. Она, например, считает сайт или можно настроить, грубо говоря, информацию, которая будет выдаваться корпоративные приложения или, например, сервер внутреннего компании скачено. Там есть какие-то гибкие настройки на счет? Я не знаю, насколько они удовлетворяют вашим потребностям. Вот это то, что вы можете настроить в качестве указания источника корпоративной информации. Как я уже сказал, вплоть до диапазона IP-адресов. Любой файл, который был скачан машиной с Windows 10 и получен вот с этого диапазона, рассматривается как корпоративная информация. А корпоративные приложения работающие с внутренней базой получается в список не снижается? Нет, вы можете туда вплоть до экзышника. То есть вот этот экзэ рассматривается как корпоративное приложение. и все.